В этом видео мы попробуем серьёзно отыграть профсоюз. Простым языком, это организация, которая помогает рабочим и защищает их права. Мы построим офис, попробуем создать завод, будем помогать рабочим и принимать их в профсоюз, а также устроим митинг и будем отбиваться от неадекватов. За такую идею спасибо вот этому человеку. А я напоминаю, что выигрывает тот коммент с идеей, который наберёт больше всего лайков, поэтому пишите свои идеи, возможно они зайдут людям и попадут в ролик. Ну а мы начинаем. Профсоюз, будем защищать рабочие права. Здравствуйте, мэр, мы члены профсоюза, главного профсоюза города и единственное, мы хотим с вами поговорить. Мэр, в одном из городов, в одном из городов, с которого мы приехали, мы основали свой профсоюз, но он не продлился долго, мы уехали оттуда, мы хотим в этом городе основать профсоюз, это возможно? Да. Давайте тогда это сделаем. Ладно, всё, я вам разрешаю, всё, просто, если что, если кто спросит, просто приходите ко мне и скажут, что... Послушайте, но вы же не всегда будете в мэрии, не всегда принимать будете, это очень важно. Послушайте, сэр, что нам подписать, что нам сделать, чтобы вы разрешили нам сделать профсоюз? Да ничего не нужно, просто приносите мне каждый день по тысяче и всё. По тысяче? Разве это законно, мэр? Профсоюз это не коммерческая организация, почему вы хотите с нас требовать деньги? Потому что вы приехали в город. Вы что, совсем что ли, мэр? Во-первых, нам даже никого документа на основании профсоюза не выдали. А мне нужны квоты, я так решил. Это богом забытый городок, и я делаю всё, что хочу. Поэтому и нужен профсоюз, я уверен, потому что как могут соблюдаться права рабочих, если мэр сам не понимает вообще, что происходит и не хочет соблюдать права, не хочет соблюдать законы. Зачем ты меня бьёшь? Господи боже, что вы делаете, офицер? Да побери его, что делать? Убить всех! Мэр сказал всех убить, быстрее бежим, господи! Откройте, да хрен! Господи, мы сейчас всё убрём! Откройте, откройте, идите туда! Что вы делаете? Пиздец, блядь. Нам получаться можно или нельзя делать профсоюз? Ну, он сказал, делайте, только у нас ничего не подписано. И мы сделали! Офис профсоюза мы построили на втором этаже многоквартирного дома. Снаружи офис украшает шторы и красный флаг. Сделали мы это для большего внимания игроков к нашей организации. Внутри офиса находится вот такой вот милый ресепшн, где мы будем принимать людей. В следующей комнате уже наша штаб-квартира. Тут есть огромный стол, логотип, а также вот такие прикольные места для работы. Ну и куча других мелких деталей, типа коробок и ящиков для документов. В целом так и выглядит почти любой офис профсоюза. Думаю, вышло прикольно. Давайте начинать. Для начала сделаем рекламу, что наш профсоюз открылся. В общежитии открылся профсоюз. Мы защищаем право рабочих. Думаю, можно открывать. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Хотите вступить в профсоюз? У нас бананы просроченные. Куда обращаться? Бананы просроченные? Куда? Куда, никуда. Какая вообще нам разница, какие у вас бананы? Мы защищаем право рабочих. Вы даже в профсоюзе не состоите. К бананам работают. Вы хотите вступить в профсоюз? А я работать буду, бананы? Для начала, господин, можете свою клоунскую маску снять? Что это у вас на голове? Вы вообще адекватный человек? Ой, простите, пожалуйста. Давай я, давай я встану. Так, сэр, вы что хотите? Вам чего надо? Я хочу бананами работать. Я понял, уходите отсюда. Есть работа с бананами? Я не знаю. Но бананы... Вышел отсюда нахрен, пока я полицию не вызвал. Ты что бьешь? Блядь, шкаф наш. А, дебил. Вызывайте полицию, господи, что происходит? Я полицию вызываю. Что, блядь, полиция здесь? Я гандал, мне похуй. Арестуйте, это вандала. Ловите, ловите его. Ловите его быстрее, господи. Господи. У меня попали. Господи, Артём. Свидетель. О, вот и кончился профсоюз. Здравствуйте. Это ОСКПС это? Это профсоюз. Мы защищаем права рабочих. Я просто видела. У животных нет. Да. Что за магия внехоговца? Куда он испарился? А вы защищаете права проституток? Эм, нет, не защищаем. Проституток я осуждаю. Почему? Потому что мы не считаем, что это работа, так сказать, адекватно. У нас вообще вроде как в стране проституция запрещена, разве нет? Работа, она и в Африке работа. Защитите. Что? Запрещена проституция. Как я защищу то, что запрещено? Уходите отсюда. Будем бороться за права. Оружие убери. Оружие убери. Что ты делаешь, блять? Хватит. Он убил человека. Вызывайте полицию немедленно, господи. Отдай или что? Достал телефон. Разблокировал телефон. Набрал 911. Я же сегодня собираюсь трогать. Не надо. Не уйди. Конченый. Пожалуйста, уйдите. Меня пугает. А что плохого в проституции? Послушайте, про проституцию не самый лучший удачный момент говорить, потому что у нас только что тут убили человека, а там труп валяется. В итоге присутствует собака. Это полиция наша? Получается так, но она бьет. Господи, ты блядь, что тут происходит? Господи. Что собака съела, блять? Если не вывел, да. Что я скажу, что я виноват? Надо пойти к мэру разбираться с тем, что... Как работает полиция, тут люди убивают. И мы пошли, потому что полиция нам не помогла. Господин мэр, я глава, я глава профсоюза. У меня к вам пару вопросов. В общем, мэр, вы можете в законах прописать, что действует профсоюз? Во-первых. Во-вторых, реорганизовать полицию. Реорганизовать полицию. Мне не нравится профсоюз, если честно. Я за коммунизм. Коммунизм и фашизм. А при чем тут вообще профсоюз? Вы же вообще знаете, что такое профсоюз? Нет, мне не интересно. Я хочу именно, понимаете, коммунизм, соединенный с фашизмом. Мне кажется. А, стоп. Трин-то-то. Если это комму... Понимаете, если вы принимаете идеологию коммунизма, то профсоюзы обязательно должны присутствовать в вашем государстве. Ну так мы и фашизм одновременно. При фашизме тоже были профсоюзы, потому что в фашизме самая главная прослойка населения – это пролетариат, а пролетариат обращается к профсоюзам. Профсоюзы отстаивают права пролетариата. Да, хорошо. Можете уходить, да? Ну, типичный разговор с мэром. Но подождите, это только начало. Так, мужик стезировал. Добрый день, это профсоюз? Это профсоюз. Да, конечно. Вы не против, а после обещания я смотрю? Нет, против. Нет. Какого черта? Где вы? Меня арестовали. Не, ну это просто, блядь, классика. Ну ладно, хоть и мэр там сменился, но мы пошли выяснять отношения с ним. Господин мэр, мы, мы, я глава профсоюза, а это мой, это тоже участник профсоюза. Мой глава, точнее замглавы, точнее вы поняли, заместитель. У нас есть к вам пару вопросов. В общем, вы знаете, что у нас профсоюз находится, такой красный флаг, вы видели? Нас только что... Почему? К нам пришли с обыском и арестовали нас. Мы просидели в тюрьме, в КПЗ, достаточно долгое время. Что происходит? Почему вы так делаете? Вы совсем что ли? У меня инноват, я не знаю, как-то. Какого чёрта ваша полиция нарушает уже какой раз наши права? Ну ладно, пошли, пошли, пошли. Всё, вам всё равно? Вы ничего не сделаете? Посмотрим, как вы после наших демонстраций и митингов останетесь у власти. Профсоюз собирает митинг возле мэрии. Мэр не хочет разбираться с произволом полиции. За нами большинство тлутящихся и угнетённых во всём мире! За нами дело справедливости! Наша победа обеспечена! Господи, какой же ты маленький. Ты такой маленький? Блин, почему всем так плевать на нас? Сёрзь, он забей на этот флаг. Он, наверное, не понадобится. Не всем насрать на наш митинг. Ну, госсам похуже. Да тут не то, что госсам, народу обычно. За которым у меня сердце поделит насрать, то, что с ним происходит. И сейчас я только что вернулся со своей встречи, но, к сожалению, никто не пришёл. Пожалуйста, не обманывайте меня больше так. Я так понял, вы все хотите, вы все хотите избавиться от мэра, да? Да. Да, мы все. Даже вы? Человек формен. У вас погоны СС. Не важно. В общем, у меня идея, реально крутая идея, но нужна ваша помощь, господа. Вы хотите сотрудничать со мной? Мне не нравится мэра, который живут по 5 минут. Может, у меня арестовали. Да, в общем, ребята, такое вот вам предложение. Так как вы все теперь участники профсоюза, я думаю, что вам стоит построить завод. Да, вы построите завод, наймёте рабочих, и рабочие пойдут в наш профсоюз, вступят. И мы будем бороться за их права. Да, как вы поняли, мы хотели хоть как-то подтолкнуть людей на взаимодействие. Но даже эта идея пошла по пизде. Центр криминальных личностей, можно только кроме... Здрасте, сэр, это ваше помещение? У меня к вам предложение. Мы хотим с вами договориться, построить тут завод, всё тут снести и построить завод. Вас можно сделать совладельцем, вы согласны? Не знаю, надо подумать. Ну думайте быстрее. Я согласен отдать, но не за бесплатно. Хорошо, сколько вы хотите? 30 тысяч. Без проблем, держите. Очко себе изломай. Ладно, ёба, нанимай рабочих. Пусть они работают на этом странном заводе, а мы будем предоставлять им защиту. Кстати, для тренинга нашу машину, кстати, что-то сделаю. Что вы поняли, пока мы там общались, какой-то чел просто купил эту дверь. Да, он её... Вообще, эта дверь должна быть наша, потому что мы купили этот завод. Что он сделал? Нет, не толкаемся. Давайте проходим. Я застрял. Короче, чтоб вы поняли, у нас завод отжали. Поэтому у нас не оставалось выбора, кроме как пойти к мэру. О, господин мэр, я глава профсоюза, вы знаете меня? Не знаю, всех вывезти отсюда, вы выйдите отсюда. Я глава профсоюза, подождите, вы в курсе, что у нас открылся завод, вы в курсе об этом? Господи, что это такое? Это мой дом, вывезти из моего дома. Высоветесь, Барри. В общем, как мэра смыла в эту дырень, так и нашу отыгровку. Люди просто не хотели с нами никак взаимодействовать. Ну, точнее, к нам ходили по большей части только РДМщики и неадекваты. Конечно, мы могли пойти напрямую паровозом, устроить революцию, но, если честно, это всё превратилось бы в банальный РДМ. У нас всё-таки цель ролика отыграть профсоюз, а не устраивать революции и строить коммунизм. В любом случае, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам зашло. Рекомендую поставить лайк и колокольчик, чтобы не пропускать оповещения о новых роликах. А я, пожалуй, пойду. Редактор субтитров А.Семкин